Город. Слушай. Аудиогид по Барнаулу. В начале 20 века товары на Алтай привозили на лошадях и пароходах. Объемы перевозок были незначительными, но власти Барнаула, купечества, промышленники обратились к руководству страны с просьбой о присоединении города к сети железных дорог. Еще в марте 1899 года составили проект будущей чугунки. Однако комиссия в Петербурге сочла, что строительство преждевременно и отклонило проект. В 1910 году в степной Алтайский поселок, расположившийся на месте будущего Славгорода, оценить ход земельной реформы в Сибири приехал влиятельный политик Петр Столыпин. Тогда к нему обратились с просьбой ускорить принятие решения в столице империи о строительстве железных дорог Татарская Славгород и Новониколаевск-Семипалатинск с ответвлением Добийска. Столыпин выполнил их просьбу, но строить дорогу на юг решили через Барнаул. Работы по строительству чугунки начались в 1912 году. Место для будущего вокзала выбирали всем городом. После долгой дискуссии строить решили на пустыре рядом с Барнаулом, там, где сейчас привокзальная площадь. На возведение дороги привлекали не только местных жителей, но и работников из соседних с городом деревень. Кандидатам с собственными лошадями платили больше. Постоянные работники проходили медицинское обследование и приносили присягу правительству России. Другим способом получить работу было невозможно. Обещаю и клянусь, служить не щадя жизни своей, не увлекаясь ни родством, ни дружбою, ни враждою, ни корыстью и пометуя единственно о славе и процветании российского государства. Возложенный на меня долг службы буду выполнять по доброй совести и с полным напряжением сил, имея в помыслах исключительно пользу государству. Работать приходилось в сложных условиях, в основном вручную. При строительстве дороги использовался лишь один американский экскаватор, да и тот постоянно ломался. Тем не менее, жители Барнаула верили, что строительство дороги позволит улучшить их жизнь. С началом Первой мировой войны все железо стало уходить на военные нужды. Росли долги по зарплате, но это не помешало строить дорогу с опережением графика. Одним из самых сложных объектов стал железнодорожный мост через Обь. Железнодорожную станцию Барнаул и Алтайскую железную дорогу открыли 21 октября 1915 года по старому стилю. Внимание! До Семипалатинска отправляется поезд номер 3. Он прибудет в Барнаул в 6 часов 52 минуты. Повторяю. Важный барнаульский гимназист Володя в черной шинели с двумя рядами гладких серебряных пуговиц вместе со своими приятелями забрели на тихую улочку возле новой станции. На площади было не протолкнуться. Кругом с транспарантами стояли ликующие рабочие и железнодорожники в парадной форме. Чуть поодаль возвышалось изящное двухэтажное бело-красное здание. Рядом со станцией на деревянной трибуне о чем-то увлеченно говорил мужчина с кокардой на красивой зеленой фуражке. Господа, здравия желаю! Сегодня мы торжественно открываем сквозное движение по всей железнодорожной линии от Новониколаевска до Семипалатинска. Надо сказать, что некоторое время назад я лично проверил на прочность мост через ОПЕ. И не наёт у вас не обману, если скажу, что он выдержит любой вес. Кстати, вскоре мы ожидаем прибытия на станцию первого пассажирского поезда! Ура! 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 О! А вот и он! Ура! 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 Из прибывшего вагона шумно вышли пассажиры. Первым на перрон спустились двое солидных мужчин. Один из них в двубортном мундире длиною до колен. На его груди красовалась эмблема. Два распростертых крыла с колесом. Ваше превосходительство, господин Будаков. Разрешите мне выразить огромную признательность за прекрасное исполнение намеченного замысла. Что ж, свершилось! Нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность. Да, и ещё раз да. Признаюсь, именно таким я и хотел видеть Барнаульский вокзал. Григорий Моисеевич, ну вы... Не стоит благодарности, господин Лекин. Я лишь проконтролировал, чтобы работы шли в соответствии со строительным уставом. Бросьте, коллега. К большой радости я знаю ваш талант. Категорически поздравляю. Вдоль всей железной дороги от Новониколаевска до Барнаула я видел вокзалы, казармы, водонапорные башни, построенные под вашим руководством. Весь Таран-Си построен вами. Не скромничайте. Эти здания простоят, наверное, не меньше сотни лет. Ну что ж, спасибо. Уезжая в Петроград, хочу принести вам глубокую признательность за доброе ко мне расположение. Не оставляю надежды ещё раз побывать в вашем городе. И позвольте выразить искреннее пожелание в том, что... В этот момент Володя и его друга отвлёк молодой мужчина с широкими шароварами и в зелёном пальто. Эй, ребята, куда идёте? Хватит груши околачивать. Товарищ инженер Будагов сейчас будет награждать лучших подрядчиков артели. Ну, тех, кто помогал дорогу строить эту. А наш добровольцем на Германскую войну ещё месяц назад ушагал. Пойдёмте-ка вместе посмотрим. А ты кто? Михайло я. Фомин моя фамилия. Из крестьян воронежских. Переехал вот на Алтай. Дорогу железную строить и мост через Обь. Красивошный. Каких только чудес не встречал на стройке здесь, а... Ахнуть можно. Вот машину диковинную даже привозили. Аж из самой Америки. Экскаватор. Называется. Дюж хороший, ах как. Так, построили мы дорожку в разь. Ого. Да не то слово. Мои товарищи, кто не из местных, в бараках и избах жили. Барак дощатый. Ветер в щель сдувал страсть как. Набивалось у него человек по сто. Не протолкнуться. Спали на тонких лежаках без задника. Кто-то где-то заночёвывал. Плотную друг к другу. И плотили нам оклад жалования за тяжкий труд. Копейки. Иногда и тени вовремя давали. А что же вы не возмущались? А, возмутишься тут. Ходили по начальству. Начнёшь класситься, да. Разве найдёшь правду-то? Года полтора назад работал я под Бийском. Поднялись наши рабочие на бунт. Побросали работу. Давай за булыжники хвататься. Тут же прискакали жандармы. Самых смелых схватили и в каталажку. И меня бы задержали. Прихватили. Да товарищи не выдали. Я вот хожу тут к одним. Они себя социал-демократами называют. Задавучие сильно. Говорят, что скоро всё переменится. А железная дорога к тому. Главный помощник. Повезут по ней хлеб, масло. Построят вокруг новые заводы. Будет больше работы. А главное... Михаил Фомин спустя три года возглавил отряд красногвардейцев-железнодорожников Барнаула. Он будет расстрелян 26 сентября 1918 года белогвардейскими офицерами. Внимание! Поезд в Семипалатинск отправляется через несколько минут. Всего на Алтайской железной дороге открыли 22 станции. На ней со временем выросло несколько городов. Новоалтайск, Алиск, Рубцовск, Биск. После Гражданской войны в 1922 году железную дорогу национализировали. На Барнаульской станции приняли лозунг. Десять сытых должны прокормить одного голодного! Поэтому часть своего пайка работники узла отдавали на нужды голодающим страны. Условия работы были в эти годы тяжелейшими. Однако железная дорога дала мощный импульс экономике региона. По ней с Алтая вывозили зерно, масло и другую местную продукцию. Как только началась Великая Отечественная война, руководство страны поставило перед железнодорожниками задачу быстро обеспечить доставку воинских частей и вооружения на фронт. На Алтай по железной дороге перевозили целые заводы. Уже на второй день после начала войны на алтайских железнодорожных предприятиях провели митинги. Не дожидаясь повесток из военкомата, сотни человек подали заявление с просьбой отправить их на фронт. Тогда на смену мужчинам пришли работать женщины. Так в Барнауле была создана полностью женская паровозная бригада 8 марта. Старшим машинистам назначили Агафью Парватову. Девушки-кочегары своими хрупкими руками за 12-часовую смену перекидывали в печь паровоза десятки тонн угля. Вот как об этом тяжелом времени вспоминает кочегар Анна Комагаева. До войны я успела окончить 6 классов школы. В 1942 году меня мобилизировали на трудовой фронт и отправили в Барнаул учиться на кочегара. В комнате общежития по 5-6 человек. Жили дружно. А потом мы пришли на работу в депо. Поставили меня в бригаду к машинисту Ларцеву Михаилу и помощнику Грахову Константину. А какой из меня паровозник сразу видно. Даже снаружи. Зима тогда была морозная. И в первый же день мне поручили самое ответственное задание. Аннушка, милая, смотри-ка, как метет. Ступай впереди паровоза с лопатой. Да пооткидывай снег. Ну, чтобы не застряли мы тут. А где-то я была в ватные брюки, ватник и валенки огромного размера. Даже просто идти тяжело, а тут надо работать. Иду, кидаю. Думаю, как дальше расчищать буду. Аннушка, милая, давай-ка поторапливайся. Отправляться надо уже. Товарищ машинист, сейчас, мигом. Потом меня перевели на паровоз к машинисту Василию Михееву и помощнику Валентину Шабанову. Вот были хорошие и добрые люди, берегли меня. Помню, надо идти за смазкой, а она в двухведерном бидоне. Половина моего веса. Да я же бидон не смогу поднять, Василий Михайлович. Ладно, Аннушка, сам принесу. Иди-ка лучше уголь ближе к лотку перекинь. Да смотри, весь уголь одна, лопатой не перекидай. Паровозы были серией М, без углеподавателя, стокера. Весь уголь надо было в топку лопатой скидать. А его до Новосибирска надо почти весь перелопатить. Уставала так, что порой прямо на ходу засыпала. И ведь никогда меня не ругали. После войны железная дорога на Алтае стала развиваться стремительно. Маломощные паровозы меняли на более эффективные, а старые рельсы на более крепкие. В начале 50-х годов на Алтай осваивать солену приезжали со всего Союза. Барнаул превратился в один из крупнейших городов Сибири. Из-за высокого урожая зерна необходимо было увеличить количество путей. Рассчитанный на 250 пассажиров, Барнаульский вокзал уже не справлялся с потоком пассажиров. Только за один год на Алтае приезжало до 3 миллионов человек. Так, в 1958 году был построен новый вокзал города, по соседству со старым. На открытие станции, как и 50 лет до этого, пришел весь город. Пионеры приносили строителям цветы, а с поздравительными речами выступало руководство Крайкома партии. Позже запустили и новый, совмещенный с автомобильным, железнодорожный мост через Обь. Пассажирские и грузовые перевозки возросли в несколько раз. Росли и скорости. На смену паровозам пришли тепловозы. Запустили и первую в регионе электричку. Из Барнаула в Тальменку. За более чем столетнюю историю существования железнодороги на Алтае было перевезено сотни миллионов пассажиров. Еще больше важных грузов. Железнодорожники во все времена были надежной опорой государства. Верой и правдой служили своему отечеству. Теперь их история бережно хранится в региональном железнодорожном выставочном центре. В настоящее время железная дорога на Алтае продолжает свое развитие. Приходят новые технологии. Современные локомотивы реконструируются вокзалы. Комфорт, скорость и внимание клиенту – основные ориентиры железнодорожников. Внимание, внимание! Поезд «Барнаул. Будущее» отходит от третьего перона. Город. Слушай. Аудиогид по Барнаулу. Парнаул. Слушай.